Вице-губернатора Омской области обвиняют в браконьерстве. Станислав Гребенщиков якобы застрелил косулю в конце февраля, когда сезон охоты был уже закрыт. Об этом рассказал депутат законодательного собрания Омской области Юрий Шаповалов. Инцидент произошел в Василькульском районе примерно в тот же период, когда в браконьерстве, но уже в Колосовском районе области, местные охотники обвинили другого областного чиновника Виктора Данилова. Он, кстати, занимает пост директора регионального управления по охране животного мира. Результаты биологической и баллистической экспертиз будут известны лишь в следующем месяце. Следствие продлится до 5 апреля. А пока мы решили рассказать, кто обвиняет главного зоозащитника в области и как он сам объясняет случившееся. Рысь крутанулась и на корявой березе шестер стояла. Это место, где, по словам охотников Колосовского района, разделывали свой трофей директор регионального управления по охране животного мира Виктор Данилов и его зять Владимир Третьяков, лесничек Колосовского района. Сотрудники полиции и регионального министерства природных ресурсов сфотографировали следы бурана, отпечатки лап, взяли с места кровь, шерсть и гильзу на экспертизы. Вот этот митинг, который представители Минприроды, вот он своим навигатором определяет то место и непосредственно, что он был. И в вахте подчеркнул, что охота на рысь, место то, где застрелили рысь. Владимир Майберг – брат охотника, который и задержал высокопоставленного чиновника. Он же возил полицейских и представителей Минприроды на место происшествия. Буран проскочил, он мог объехать в спокойном состоянии, а здесь он проскочил через кусты, значит, не хватало времени, нужно было успеть. Поэтому он на пролом проскочил кусты, вскочил и стрельнул. Лыжина левая ударила себя в дерево, мы фрагмент со следствием вырезали, фрагмент этого дерева. А это кадры, которые были сняты после той самой охоты, которую предположительно вели Данилов и Третьяков. Они рьяно защищают свои рюкзаки и не дают открыть сумки. Записавшие видеоохотники заявляют – там рысь. Однако Третьяков уверяет, что застрелил енотовидную собаку, а Данилов, что в рюкзаках – личное имущество. Позже в интервью он признался, что там действительно находилось животное, но не краснокнижное, а простая дворняга. Это просто разборки с неугодным инспектором, потому что я не только директором работал, но раньше работал инспектором. После того, как разъехались там, я уточнил у Третьякова, говорю, а что у тебя там было, что ты боялся показать? Он говорит, собака была, не домашняя, а бродячая, которую он там подстрелил. И поэтому побоялся, что это хозяева приехали, наверное, и давай разбираться с ним. Ну, поэтому он так в испуганном таком виде. Вот только на видео Третьяков узнал снимавших его охотников и даже назвал одного из них по имени. По словам Данилова, его выслеживали специально. Причина – месть за то, что один из инспекторов управления составил протокол на брата одного из местных охотников. Документ действительно был. За ношение оружия без чехла грозил штраф от 500 до 1500 рублей. Сумма, по сути, небольшая. Но и сам протокол не признал суд и вернул его обратно управлению по охране животного мира. Тахмин Атынысова, Александр Рябуха. Новости здесь, Омск.